Физкульт привет, друзья! Пришло время поговорить о том, как тренировать связки и сухожилия. О необходимости их тренинга для полноценного развития крепкого и здорового тела, мускулатуры, мы уже говорили не раз. Но сегодня мы еще затронем тему, когда ваши суставы болят и чем можно помочь, как можно помочь. А помочь можно именно тренировкой связок. И чуть позже вы поймете почему. Тренировать связки и сухожилия жизненно необходимо для того, чтобы полноценно прогрессировать в железном движении и в бодибилдинге в частности. Крепкие сухожилия и связки – залог долгих тренировок без травм. Можно иметь большие мышцы, используя стероиды, и без крепких связок. Но это обязательно приведет к травме, частичному или полному отрыву мышцы. Вам это нужно? Сомневаюсь. Именно поэтому я и делюсь с вами этой важной информацией. Но если вы сначала укрепите свои связки и сухожилия, вы, перейдя на чисто культуристические программы тренировок, добьетесь гораздо большего, чем те, кто сразу приступил к тренировке мышц, игнорируя связочный аппарат. Билдерские методы воздействия на мышцы крайне негативно сказываются на связках, так как связки состоят из более плотного, нежели мышцы материала, и обменные процессы в них протекают гораздо медленнее, чем в мышцах. По этой причине восстанавливаются они так же медленнее, чем мышцы, как минимум в два раза. Так что культуристам, как воздух, необходимо начинать свой путь с силового тренинга. Силовой тренинг, как ничто другое, подготовит плацдарм из мощных связок и сухожилий для дальнейшего роста огромной мышечной массы, без травм. Но если у вас уже есть травма, а вы никогда не укрепляли свои связки, вам данная тренировка поможет. И вы убедитесь, насколько легче, если у вас, как и у меня, травмированы плечевые суставы, вам будут даваться жимовые упражнения. Что же такое сухожилие и связка? Говоря простым языком, сухожилие это органические тросы, соединяющие между собой мышцу и кость. Они невероятно прочные, но не такие эластичные, как мышцы, и растягиваются гораздо хуже. Связки это соединения удерживающие, соединяющие между собой кости, обращайте на это внимание, а также сохраняющие внутренние органы в определенном положении. Связка имеет несколько функций. Тормозящие и направляющие движение костей, удерживающие сочленение костей и, как уже говорилось выше, стабилизацию внутренних органов. И сухожилия, и связки состоят из соединительной ткани. Связка и сухожилия гораздо прочнее, чем мышца, повторюсь. Поэтому обращаю особое внимание на то, что восстановление сухожилий и связок происходит как минимум в два раза медленнее, чем мышц. Что и нужно учитывать и в культуристических тренировках, и особенно, когда вы будете тренировать сухожилия и связки непосредственно напрямую. Что мы и будем показывать и рассказывать в сегодняшнем видеоуроке. Между мышцами и сухожилиями нет четкой границы, отделяющей ткань мышц от сухожилий. Но есть переходная область, сухожильно-мышечная зона, в которой мышечные волокна и сухожилия сливаются в единое целое. Только в самом конце этой зоны связки окончательно превращаются в белые шнуры, подключающие мышцы к костям. И именно эта точка перехода является самым слабым звеном во всей этой цепи, в которой чаще всего и происходит разрыв. Говоря о сухожилиях и связках, редко говорят о фасциях. А зря. Ведь это соединительная оболочка, покрывающая сосуды, органы, нервы и служащая как бы футляром для мышц, выполняя опорную и трофическую функции. Вы наверняка слышали о методах воздействия на мышцы, которые увеличивают фасции. Но практически нигде никто не упоминает о таком факте, что чем более мощное крупное сухожилие, тем более крупная мышечная фасция и сама сухожильная мышечная зона. Без хорошо развитой этой части вы никогда не построите по-настоящему мощное мышечное тело. Фасция, как правило, передает механическое напряжение, порождаемое мышечной деятельностью, и воздействие внешних сил по всему телу. Функциями мышечных фасций являются обеспечение скольжения мышц, заданное положение внутренних органов, передача движения от мышц к костям, и обеспечение благоприятной и подвижной упаковки для нервов и кровеносных сосудов, когда они проходят через или между мышцами. Сегодня все молятся на современных атлетов, забывая, что их тренировки целиком и полностью зависят от фармакологии. Гормонов роста, щитовидной железы и даже инсулина – это только то, что на слуху. А что мы еще не знаем? Данные методы тренировок совершенно не подходят для тех, кто тренируется натурально. Но даже если бы большинство из нынешних про практиковали силовой тренинг, то добились бы гораздо большего. Вспомним самые яркие примеры того же Рони Коллимана и Дориана Ятца. Не поленитесь и погуглите старые книги и учебники по силовой подготовке человека, которого сейчас никто не знает и не помнит – Джоота. А именно он помог Джо Вейдеру выпустить свой первый журнал. Знаменитого Гаккеншмита и других, кого сможете найти, того же Самсона. Почитайте их труды. Вам откроются глаза на мир железного движения. Ведь именно эти ребята стояли у его истоков. Все они как один говорят о необходимости, о важности силового тренинга для укрепления сухожильно-связочного аппарата. И для мышц в целом. Вы сможете развить свое тело в плане силы и массы только на 50%, если проигнорируете в начале пути силовую работу. Это факт и закон жизни. Несмотря на то, что мышцы можно до определенной степени развить и без того, чтобы делать их сильнее, это с гарантией навредит вашим связкам и сухожилиям. А ведь именно они, сухожилия, являются передаточным звеном действия мышц. А укреплять их и развивать можно только с помощью силового тренинга со свободными весами. Работая от 3 до 5 повторений, вы укрепите связки и сухожилия, как никто другой, и зададите импульс к росту фасций, что впоследствии приведет к невероятному мышечному росту. Жизненно важно, чтобы ваша тренировочная система не только увеличивала бы мышцы и силу, но и приводила бы к утолщению костей и связок, и увеличивала бы площадь прикрепления сухожилий к костям. Кто-нибудь когда-нибудь из ваших инструкторов говорил вам о подобных тренировках, о необходимости таких тренировках? Если вы поступили разумно изначально, когда только пришли в тренажерный зал и строили свою базу, свой фундамент на основе силового тренинга, а не по методикам качков, то вы застраховали себя от многих проблем в будущем и заложили качественный фундамент для роста мышечной массы и силы. Вы также помните, я говорил выше, что качковские системы тренировок никоим образом не укрепляют связки, наоборот, ухудшают их состояние. Сейчас вы сами уже понимаете почему. Поэтому так много билдеров получают подобные травмы, усиливая негативное воздействие на сухожилия, мощнейшим быстрым ростом мышечной массы и силой за счет применения фармакологии. При этом сухожилие, не получая силовой работы, не укрепляется и уже не соответствует возможностям суперспрогрессировавших мышц. Хорошо, если вы отделаетесь легкой травмой с разрывом нескольких волокон, что само по себе доставит массу неприятных ощущений. А в случае полного разрыва вам понадобится оперативное медицинское вмешательство в виде операций и последующий продолжительный реабилитационный период. Но не спешите посыпать голову пеплом и ждать травмы. Даже если вы неграмотно начали свой путь по железному миру, есть способ укрепить ваши сухожилия и связки, что, кстати, положительно скажется и на мышцах в плане роста, силы и массы. Ибо сила всегда приходит на помощь. А тренировать сухожилия и связки, как вы уже знаете, возможно только в силовой манере. Перейдем непосредственно к самим тренировкам. Тренироваться будет необходимо в укороченной амплитуде с большими весами. И будет две различные тренировочные недели. Выполнять которые ни в коем случае нельзя одна за одной. Между неделями тренировок на сухожилия должны пройти минимум 15 суток. Но так, как мы с вами тренируемся по принципу периодизации, основанной на различных типах мышечных волокон, то переживать об этом не стоит. Во всех тренировках отдыхать между рабочими подходами нужно от 3 до 5-10 минут между упражнениями. Тренировка номер один. Возьмем условно понедельник. Тренировать будем спину и бицепс. Будем делать становую тягу. Нам понадобятся пленты или силовая рама с регулировками высоты страхующих блоков. Для начала делаем обычную становую тягу в качестве разминки. К примеру, если вы способны тянуть 150 кг на 5-6 повторений, то доходите в разминке до данного веса, но не выполняя больше трех повторений в подходе. Далее выставляете на пленты или упоры в силовой раме гриф на уровень колен или слегка выше, а на штангу навешиваете 180 кг и работаете на 3-5 повторений в верхней точке амплитуды, выполняя от трех до пяти подходов. Следующее упражнение – подтягивания, хватом к себе. Сначала, как всегда, выполним разминку. А вы знаете, что для подтягиваний лучше всего подойдет в качестве разминочного упражнения тяга вертикального блока к груди. Первым подходом установите вес, равный половине вашего тела. Постепенно дойдите до веса своего тела и выполняйте после этого один подход – подтягиваний, обычным хватом. После вышеописанной разминки, которую я вам настоятельно рекомендую выполнить, именно в том объеме, в котором я ее описал, мы можем перейти к подтягиваниям для укрепления сухожилий. Первый подход сделайте на 5-7 повторений с собственным весом, подтягиваясь высоко к груди, но опускаясь только до уровня, когда ваши руки станут параллельны полу, не ниже. После этого добавляйте вес к собственному, с которым сможете сделать 5 повторений в трех подходах. Для каждого это будет индивидуальный вес. Кому-то хватит 5 кг, а кому-то и 10 кг будет мало. Следующие три подхода нужно делать из нижней позиции до середины амплитуды. Также три подхода по 5 повторений. Следующий день в этой неделе пятница или четверг. Работают ноги и грудные. Будем делать приседы в укороченную амплитуду. Садиться необходимо до уровня, когда до параллели бедер с полом останется пару сантиметров, четверть от обычной амплитуды. Необходимо выполнять до 6 рабочих подходов в 5 повторениях. Не забывайте о разминке. И как вы уже сами догадались, делать ее необходимо, приседая в полную амплитуду, по тому же принципу, как и для становой тяги. В рабочих подходах вес штанги, так же как и в становой тяге, должен быть увеличен процентов на 20. Следующим упражнением будет жим лежа в укороченной верхней точке амплитуды, опуская штангу сантиметров на 10-15 и выжимая на полностью выпрямленные руки. Здесь я бы тоже советовал воспользоваться силовой рамой и ее страховочными упорами. Ибо вес штанги, так же должен быть увеличен на 20%. Очередные 6 рабочих подходов в 5 повторениях. Разминки вы сами догадались. Все по схеме с приседаниями и становой тяги. Тренировочная неделя номер 2. Так же понедельник. Те же спина и бицепс. Та же становая тяга. Но можно выполнять ее с цепями или резиновыми жгутами. Для начала делаем обычную становую тягу в качестве разминки. К примеру, если вы способны тянуть 150 кг на 5-6 повторений, то доходите в разминки до данного веса. Но не выполняя больше 3 повторений в подходе. Далее перейдем к рабочим подходам. А они будут следующими. Нам нужно будет делать фиксированные остановки в 3 точках амплитуды. Первая точка сразу после отрыва штанги от пола. Вторая это уровень колен. Следующая середина бедер. И все то же самое вниз. Вес подбирайте соответствующий. Не забывая учитывать дополнительную нагрузку от цепей и резиновых жгутов, если будете их использовать. Необходимо сделать 5-6 повторений в 3-5 повторениях. Следующее упражнение. Подъем штанги на бицепс. Также в укороченной амплитуде движения. От нижней позиции до момента, когда предплечье параллельны полу. 6 подходов в 5-7 повторениях. Не забывая выполнить разминку, как для обычных подъемов. Следующий день второй тренировочной недели. Также пятница или четверг. Тренируем ноги, дельты и трицепс. Будем делать приседы со штангой на груди или обычные приседы с цепями или резиновыми жгутами. Необходимо будет чередовать два эти упражнения от тренировки к тренировке в укороченную амплитуду. Садиться необходимо до уровня, когда до параллели бедер с полом останется несколько сантиметров. Четверть от обычной амплитуды. Необходимо выполнить до 6 рабочих подходов в 5 повторениях. Не забывайте о разминке. Как вы уже сами догадываетесь, сделать ее необходимо, приседая в полную амплитуду. По тому же принципу, как и для становой тяги. В рабочих подходах вес штанги, так же, как и в становой тяге, должен быть увеличен процентов на 20. Следующее упражнение – жим штанги с груди, стоя или сидя, в укороченной амплитуде. Начиная от движения, когда гриф штанги на уровне лба или чуть ниже, выжимая его на полностью выпрямленные руки. Воспользуйтесь силовой рамой и ее упорами. 4-5 подходов на 5-6 повторений будет достаточно. Следующим упражнением будет укороченный жим лежа узким хватом в верхней точке амплитуды. Все так же, как и в предыдущем упражнении. И, конечно же, в силовой раме. Друзья, я рассказал вам о необходимости тренировок сухожилий и связок. О необходимости этих тренировок не только для вашего здоровья. Это положительно скажется и на наших суставах. Это скажется положительно на том, что вырастет ваша сила. Не говорю уже о том, что укрепятся сухожилия и связки. Все это вкупе положительно скажется на росте мышечной массы. Я не только рассказал, но и показал, как все нужно делать. Не переживайте, если кому-то показалось мало. В следующем видео я подробно расскажу, покажу, как я тренирую связки и сухожилия. Друзья, в погоне за массой не забывайте о фундаменте здоровья, о крепких связках и сухожилиях, которые регламентируют и рост массы, и силы, и то, насколько безопасными и долгими будут ваши тренировочные годы. Следи за техникой и будешь всегда здоров и силен. Это основа, залог, база долгих грамотных тренировок. Это канал Heavy Metal Gym специально для вас. Если вам что-то непонятно или у вас возникают какие-либо вопросы, пишите их в комментариях. Я на все отвечаю. А с вами, ребята, мы увидимся в тренажерном зале. Всем пока!